Росавиация подвергла резкой критике, представленной голландским совбезом, отчет о расследовании катастрофы малазийского Боинга под Донецком. Много и вопросов, и нестыковок. Об этом несколько часов назад на пресс-конференции рассказал замглавы нашего федерального агентства воздушного транспорта Олег Старчевой. Он, к слову, как и еще несколько представителей нашей страны, входит в международную комиссию, которая выясняет причины крушения Боинга и ранее неоднократно заявлял, что российских специалистов много к чему не подпускают, в том числе и к месту катастрофы. Вывод один. Расследование необходимо возобновить. Подробности у Григория Емленова. Отчет голландской комиссии не анализ, а подгон доказательств под заранее сделанные выводы, считают в Росавиации. На пресс-конференции замглавы федерального агентства был жесток в оценках. Единственное, с чем можно согласиться с голландцами, Украина несет ответственность за то, что не закрыло воздушное пространство в зоне боев. Но остальное... Уровень нелогичности в отчете, ну, извините, просто зашкаливает. Отчет не изобилует фактами, подтверждающими полноценность и достоверность проведенного расследования. Напомним позиции голландского доклада. Ракета комплекса БУК, более современная, чем та, о которой, говорят, российские специалисты, выпущенная откуда-то из района восточный города Торез, поразила Боинг на противоходе. А ведь наши оружейники доказали на практике. Ракета, летящая встречным курсом, поразила бы лайнер в другой борт. Голландская комиссия упорно держится за неверные данные, иначе рухнет версия о том, что стреляли с территории подконтрольной ДНР. Просто вырваны из контекста расчеты концерна ПВО Алмаз-Антей относительно района пуска ракеты. В ходе расследования не проведена полноценная экспертиза с целью определения марки стали, из которой были изготовлены поражающие элементы. Эти якобы обнаруженные поражающие элементы, вероятно, представлены для того, ну, чтобы обеспечить ход расследования в нужном направлении. Форма и химический состав реальных поражающих элементов типа «Бабочка» после подрыва боевой части ракеты типа «ЗРК-БУК», и это подтверждено проведенными экспериментами, не имеют ничего общего с тем, что представлено в окончательном отчёте. Этим вопросом уже задавались российские оружейники. Почему вообще в списке вещдоков фигурируют эти двутавры, ни один из которых не оставил следов на обшивке «Боинга»? Откуда взялись поражающие элементы из другой ракеты? Попросили комиссию, если у вас есть такая информация, пожалуйста, предоставьте нам какие-то номера, возможно, оставшиеся на этих частях, для того, чтобы мы провели исследование, так как разработчик имеет базу данных, какие номера ракет, когда выпускались, куда поставлялись, когда обслуживались и в каком состоянии находятся. Ну, нас, опять же, не услышали. И это не единственный случай, когда Международная комиссия, вопреки правилам и здравому смыслу, не давала нашей стране возможности полноценно участвовать в расследовании. Мы не могли выехать на место самостоятельно и самостоятельно проводить какие-то изъятия или какие-то исследования без официального разрешения или одобрения на то председателя комиссии по расследованию. Мы обратились в Голландию, обратились к председателю комиссии. Ну, тем не менее, услышали, что это небезопасно, голландская сторона считает, что это небезопасно и такой, соответственно, выезд не состоялся. Нидерландская сторона не приняла во внимание даже нашу информацию о проведенном эксперименте по подрыву боевой части на специальном стенде-макете. Тем более странно выглядело заявление премьер-министра Нидерландов с призывом к Москве принять участие в расследовании. В нашем МИДе это назвали не иначе, как информационным подлогом. С самого начала, с первых моментов мы были готовы подключиться к этой работе. Однако нас под различными предлогами не допускали к участию в расследовании. Не менее странно, что сразу после опубликования доклада Нидерландского совета по расследованию вопросов безопасности с готовыми выводами потребовалось сотрудничество Российской Федерации. Где же все были раньше? Такой возмутительный с точки зрения главы Росавиации подход к расследованию вынудил российскую сторону обратиться в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, с просьбой вмешаться. Россия будет настаивать на возобновлении расследования. Григорий Емельянов, Дмитрий Жденти, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова